В Люберцах завершилась Масленичная неделя. В городском округе прошли тематические концерты с традиционными русскими забавами, ярмарками и, конечно, главными угощениями. На одной из точек в парке Наташинские пруды работали и мы. Последний день Масленицы собрал на одной площадке жителей и гостей городского округа Люберца. Весь день в парке Наташинские пруды выступали лучшие творческие коллективы Подмосковья. Своими песнями порадовали и артисты из Москвы. В перерывах между творческими номерами со сцены звучали поздравления и наилучшие пожелания. Мы дорожим нашими традициями, нашей культурой, нашей страной, поэтому сегодня в нашем парке проходит это мероприятие. Я поздравляю всех с этим праздником, всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Сегодня же еще есть и прощенное воскресенье, поэтому я, конечно, приношу свои извинения, если мы чем-то обидели. Я слово мы вкладываю, что это администрация, совет депутатов, это большая команда в Люберцах. Мы стремимся, чтобы Люберцы были благоустроенными, красивыми. В то время как одним посетители парка наблюдали за сценой, другие соревновались в метании валенка, прыгали на батутах, учились готовить блины или просто угощались главным блюдом. Блины очень вкусные. Поздравляю всех с Масленицей, чтобы у вас все было хорошо. Ура! Всем хорошего настроения, веселого, вкусных блинов. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, чтобы у всех все было хорошо. В программе «Широкой Масленицы» по традиции праздничная ярмарка. Здесь можно приобрести сувениры, изделия ручной работы и продовольственные товары. В частности, несколько сортов и видов меда, привезенных из различных уголков России. Мед у нас с кочевой пасеки. Пасека у нас находится в Краснодарском крае. С Краснодарского края мы начинаем собирать разнотравья. И потом, когда мы там собрали, переезжаем в Ростовскую область. Дальше по ходу и до Московской области. А в мастерской тем временем кипит творческий процесс. Маленьких жителей округа учат создавать узоры по мотивам русских народных росписей. Так же, как и на бумаге, все лепестки вы сводите все в одну точку. Можно повторить еще раз. Мастер-класс прошел в рамках проекта ресурсного центра «Фэшн Хаб» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Были рады продемонстрировать мастер-класс школьникам, младшему возрасту. Сняли участие в мастер-классах порядка 60 человек. Так же были представлены мастер-классы по гжельской росписи. Занятие по душе в этот день нашел каждый посетитель Наташинского парка. Независимо от возраста или рода деятельности. Ведь масленица – это один из тех праздников, которых объединяет поколения.